всем привет дорогие друзья наконец-таки мы сегодня выбрались на прогулку я сегодня утеплилась и похоже что зря на улице плюс 2 градуса очень жарко но собираемся мы гулять по парку а это долго поэтому оделась по максимуму тепла в общем едем мы сегодня вместе с вами парк сокольники там фестиваль проходит китайских фонариков причем впервые в россии в общем мнение почитала в интернете не однозначно по поводу этого фестиваля но мы сегодня вместе с вами поедем посмотрим на улице плюс один градус и вырезают вот такую вот ледяную красивую фигуру здесь при входе в парк вопросу всех проходящих мимо растает эта фигура или нет вань как ты думаешь растает ухты а с другой стороны тоже еще одна фигура их здесь две ну красиво конечно говорить вот такой вот весь переливающийся светящийся вход в парк дали нам при входе приглашения на церемонию открытия фестиваля снежных фигур 24 декабря на войн 24 декабря в сокольниках видео объявление 24 декабря в сокольниках откроется фестиваль ледяных фигур красивая сейчас пока что идет фестиваль световых конструкций но помимо всего прочего никто не отменял путешествие в рождество фестиваль путешествие в рождество и здесь он с каким-то особенным таким размахом открывается я даже не знаю в какую сторону смотри пойдемте налево наверно сперва я не знаю налево пойдешь нам направо только не хочется идти там ничего не сияет а спереди прям все светится переливается сейчас еще буквально получать как будто совсем темно времени сейчас пол четвертого методы нет подожди а ты обрати внимание что он как самый молодой не удивляется ничему мы с тобой удивляемся идем смотрим какая красота впереди прямо пошли но мне вот слева больше нравится потому что спереди золото а слева такое синее все голубое как как королевство кривых зеркал я серебро а больше люблю чем золото вообще люблю серебро пойдемте не знаю куда пойти так они стояли на месте не знаю куда пойти огненный огонь огненный дракон вон он впереди нас встречает огненный дракон мы сейчас на него посмотрим в парке царит веселье танцы какие-то там слева смотрю танцуют бабушки вань догоняй вот такой вот красивый дракон мы раньше мерили 33 попугая давай твоими ваниными шагами померяем дракона до считай ну да надо сколько 25 военных шагов и этот дракон из-за фестиваля осталось всего несколько дней уже привезли вот такие вот ледовые заготовки или заготовки из-за льда как хотите скажите правильно из них будут делать различные фигуры ваня в той фигуре когда мы сюда пришли с вами узнал валют нашел кремль судить какая красота пляшут все танцуют сразу такое радостное настроение создается посмотрите какая нарядная елочка здесь от нее масса таких золотых нитей исходит от этой елочки вся в снежинках вся в звездочках лепота он там впереди все светится переливается мне кажется что там наверное нас ждут огни а здесь вот такая вот небольшая ярмарка с продуктами перед входом а может быть это просто такой знаете food court который в парке кукуруза у нас нынче по 150 рублей две штуки одна штука 100 рублей вот такие вот симпатичные пончики продаются и различные пунши наверное к ним или чая чай малиновый ягодный так красиво термос эти оформлены прям даже хочется сразу чайочек попробовать пончики с пудрой ваня их называет как донат да донат ты называешь кончик а а кончики у нас ягода 50 рублей топинг 50 рублей пончики так что я не пойму сколько что вы возбуждают аппетит здесь натуральный ягодный чай глинтвейн облепиховый морс какой-то можно попробовать с ног с ног сшибательный гранатовый имбирный какие-то вот эти пиансе классические типа пельмени что-то сытные блины в общем больше всего ощущается запах кукурузы давай кукурузой пахнет тут тоже облепиховый чай в общем то здесь видимо для того чтобы не было толкучки очень много вафли кстати вот так по франции здесь у нас что такое фирменный чурас я такой знаете где видела болгарии очень часто делали сейчас и до нас все это дошло так ну что у нас кида во многих палаточках а здесь у нас платки а нет не платки здесь тоже не дано оформлено все в таком серьги в посадском стиле вот вань хот-дог датский вот хот-дог датский написано 150 рублей вот хот-дог французский французский это просто булочка сосиска и и кетчуп да много очень пряников а вот это такое вижу впервые ваня но очень сытные вафли смотрите здесь вафля хот-дог с огурцами с сосисками слушаем с чем только ни с чем будем пробовать невозможно пройти мимо или не будем вань но я вот не уверена что больше тот хот-дог есть но вот если ты мне только гарантируешь и ты его точно съешь так а какую мне выбрать вафлю вафля цезарь чтобы из нее не сыпалось ничего во вафля хот-дог вафля сладко ну конечно сладко лучше все а просто просто с кетчупом ну давай сейчас возьмем с тобой весна эти вафельки делаются я решила попробовать вафлю с сосиской такого еще ни разу не пробовала причем вафли делают в орешнице вот мое время это было орешница вот цена рядышком здесь наличный ваня цены ваня предвкушает ваня предвкушает ваня предвкушает готов ты песню по-английски даже тебя поет и послушай что ты лучше песню спой про сосиску я люблю кто знает английский скажите как будет по-английски сосиски оксана любит горячая собака и сразу же сосиски это получает а ну подожди вот долг это же есть по-английски горячая собака право в общем собаку похожи на такс это ты откуда знаешь где такое видео я думаю оксана говорит это дать чтобы тоже ваш там образец написано что тего радуешься то так горячей собаки горячая ну горячая что бери отпустить не можешь давай вкусно так ванька вот те где кормить надо тебя сразу такой хороший аппетит проявляется на улице да это под воздействием холода наверно какая няшка няшная там получается и это все мое как это есть но это вафли это значит такая орешница обалдеть здесь жареный лук майонез горчица сосиска вот это вот сама штука жалко только что несъедобная это салфетка да так гулять можно сюда очень глинтвейн продается гранатовый вишню в общем на обратном пути когда пойдем будем пробовать пунш опускай не опускай ниже салфетку салфетку разворачивай ниже пускаем а я тоже во не могу мне тоже в руках то так а там впереди уже какая светящаяся такая штука а там тоже кстати делают в общем сейчас мы с вами все посмотрим что посмотрим все постепенно смотрите какие штуки крутятся вкусные как-то это называется интересно в сахаре такое тесто пойдем там уже очередь выстроить в общем оказывается этот фестиваль волшебных китайских фонарей платный 650 рублей что билет стоит 650 рублей стоит получается у нас где семейный вот это семейный двое взрослых и ребенок 1700 в общем если вы едете гулять в москву куда-то то это очень не дешевого удовольствия чем двое взрослых плюс ребенок 1700 у нас сейчас получился билет на троих по 600 рублей где-то а приблизительно москва самый дорогой город поехать вот куда-то там отдохнуть до 1003 как минимум должен с собой пожалуйста еще билеты сканируют многие приезжают ведь и не знают что оксана пошли так встречает на свет люди на самом деле дорого конечно что тут говорить очень дорого ну вот допустим хорошо там а если семья едет у нас там с оксана еще хорошо разный бюджет да а вот допустим если мы с мужем поехали пись это уже на одну семью тысяч 700 а плюс еще если ребенок мы не по газонам мы идем вот посмотреть журавлей журавли видишь электричество в общем из я так понимаю что здесь металлический каркас у всех этих фигур все это обтянуто да что вот в москве такая выставка вроде как фестиваль такой впервые ну не знаю насколько это правда давай ваня пробегись как ты умеешь они не только ваня умеет но и оксана в том числе умеет бегать баня так то нас встречает вай панда что у них милашки панда но ты хотела увидеть слушать а знаете мы с вами давайте знаете в каком контексте сравним вот сейчас путешествие в рождество вот эти вот все световые наши конструкции они все бесплатные а вот это вот китайская такое мероприятие да она платно вот давайте с вами сравним что лучше приехать сюда погулять платно посмотреть путешествие в рождество или бесплатно сейчас оксана меня как 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 это китай войну к давай китай как чайна а и по япония япония чайна стаун уже говорят значит это китайская чайна тауна но смысле это кафе айпония джапа низ слушай смотри а вот так вот на камере она моргает а на самом деле она не моргает смотри посмотри в камеру вон он мерцает весь а на самом деле он не мерцает а почему на камере так а у тебя мерцает на камере может быть у нас какой-то такой режим что у нас это мерцает не знаю но здесь прям целый световой город подойдем посмотрим мы ни разу не были в китае ваня давай представлять что мы в китае нас сопровождают вот такие вот олени красивые на самом деле вы представляете сейчас воображение включаете что они не мерцают у меня почему-то на телефоне они все мерцают здесь у нас медведи медведи не на велосипеде он представляет что все это из металла сделано внутри как каркас и сделан из металла красиво такие вот здесь эти светящиеся качельки когда они свободны можно на них вот таким вот образом покрутиться но мы к сожалению этого сделать не можем потому что они занят кто-то не гориллы вот как-то они больше на людей похожи чем на горилл или горилла на людей или люди на горилл красиво пить свой так иммунитет на сущий год мы все вместе поехали прямо на новогодние вот эти как каникулы наступили это что если просто на новый год поехать вот на сам новый год поехать в а я ваня отпрашиваюсь в таиланд у ваня и у андрея андрей сказал категорически нет вы меня хотя бы на семь дней отпустите посмотреть если сами не хотите у меня не хочет муж абсолютно не хочет никуда лететь он близко ты не хочет лететь далеко тем более не хочет в таиланд то есть как бы его туда не уговоришь поехать ваня тоже не хочет это раз во вторых но ребенка я бы все-таки наверно не рискнула там брать в паттайю оксана говорит что все-таки там как-то грязновато ваня здесь то у меня то отравился заболел то еще что-то тут ехать так далеко но боюсь в общем слабое это здоровье вот а я безумно хочу посмотреть но у меня два сдерживающих фактора получается и муж и ваня но если допустим там не на длительные срок а хотя бы там я не знаю дней на 7 на 8 то я думаю что они бы справились и ваня и папа и бабушка бы мы все помогли потому что но реально по ней станет потому что реально вы знаете я понимаю тех людей кому не с кем поехать еще мне не с кем поехать либо я могу поехать с оксаны и с юрой либо больше мне не с кем поехать потому что не муж не мама ну соответственно как бы друзья они вообще позволить себе такую поездку не могут поехать мы не можем вот у меня дилема как уговорить мужа подскажите как уговорить мужа чтобы он отпустил меня в таиланд вань но 7 дней вы же без меня справитесь 7 дней неделя ты будешь неделю ходить в школу будешь мне по ватсапу звонить постоянно нет слышите твердая нет твердая нет не знаю я очень сильно хочу очень сильно хочу в общем сейчас думаю как каким бы образом все-таки это сделать ну а мы тем временем прошли вот по такой аллее красивой цветовша сниму издалека вам просто она знаете как она выглядит в действительности намного красивей вот пошел ты же рвался сюда к фонарям ну вот иди рассматривай смотри там улитки улитки красиво же а это что в антипа справа павлин вон там павлин павлин с очень красивым хвостом с цветами здесь масса грибов на самом деле конечно это безумно красиво но я хочу показать вам блогеров смотрите один в телефоне я в телефоне оксана в телефоне знаете как сперва сфотографировать но потому что это действительно бесподобно 3 фокус нет смотри бесподобно как какие красивые бабочки посмотрите божьи коровки тоже обалденно эти фана эти грибы разноцветные яркие павлин здесь птицы бесподобные какие дело в том что сейчас видимо чем темнее уже становится тем это еще просто более красивее все смотрится красивее да давай сочно ну что к сожалению там зайти какая-то такая подсветка во всех этих инсталляциях что красиво смотрится только все это на фотографии а на телефоне видимо не совпадает у меня чисто так а это что почему-то у меня все мерцает но мерцает конечно тоже неплохо какая лягушка красиво сидит все в цветах в округе цветах в грибах такое знаете сразу настроение создается вот ты меня знатока спросил я про инстаграм ваня ничего не знаю stories по моему они там не сохраняются долго а фотографии сохраняются в чем прикол этих stories почему их все снимают я не знаю почему нельзя снять видео допустим и просто его опубликовать почему нужно снимать stories я не знаю ответьте кто знаток инстаграма ваня что такое кувшинка и что такое жемчужины жемчужины и кувшинку знаешь что это такое смысле жемчужина под водой кувшинка на воде а ракушка а в ракушке жемчужины знаете когда идешь иногда заговариваешься говоришь не то слово потому что ну ты не слышишь не не понимаешь думаешь я думала это ваня упал чтобы падает обычно мая вот какая красота ну что мы все посмотрели или нет по моему еще не до конца да мы прошли все это дело пытаемся подождать сейчас концерт не знаю через 20 минут но уже холодно замерзли взяли часть сейчас вишнял ваня грей руки чаем не знаю дождемся ли мы вроде бы на улице не так холодно но тем не менее все равно если долго находишься начинаешь подмерзать баня аккуратно горячий нет сейчас он остынет на улице холодно он моментально остынет вышли выступать китайские гимнасты шоу вот здесь такое я хочу сказать смотрите там очень-очень много людей толпится а выйти никто не догадывается вот так вот чтобы сбоку выйти посмотреть а ты знаешь что в скучке на земле на руках смык она отвертывалась стра-стра а я все нападутся выйти сюда Теперь это головеет стрижка. Ну, согласно, смотри. В общем, померзли малость мы сейчас. Нет, я, ну как не замерзла? Нос, щеки, руки, а так хвост пистолетом. Ну, а так вот, конечно, такая красота радует, но не греет. Ну, почему ты сейчас сыт или работаешь? Вань, ну откуда я знаю, почему у тебя часы? Я ж не могу знать ответ на все вопросы. В общем, в такую погоду, конечно, гулять, ходить, ходить, ходить. Когда ходишь, не холодно. А когда если на месте стоишь долго, да, то начинаешь подмерзать. Хотя Ваня не замерз, потому что он очень тепло одет. У него теплые брюки комбинезон и у него теплая куртка. У меня, если бы, наверное, такие теплые... А Оксана, она в торговый центр едет в очень теплых брюках, а в парк в джинсах. Но она не жалуется тоже, что замерзла. Смотри, слушай, а здесь, наверное, как сцена, может быть, какая-то будет. Он тоже может тут выступать на Новый год, я не знаю, или просто как Ёлка. Ну, а мы сейчас с вами посмотрим, что же было при входе. Я так хотела туда попасть сразу, но сейчас, наверное, уже в это время будет получше видно все. Вот он, этот городок. Кстати, вот здесь, смотрите, ничего не мерцает. Где китайские фонарики мерцало, ну, то есть чистота, видимо, как-то у меня совпадала. А здесь нет. Здесь какой-то такой вот, видите, световой, ледяной, в голубых тонах городок. Ваня, это для тебя. Пойдем, будем там изучать, что есть. Во-первых, световые дорожки такие с подсветкой. Потрясающе красивые деревья. Алла. А у нас, что ли, что? Вот это похоже на китайский замок. Китайский замок? Да нет, это уже наша российская. Да, здесь вот такая вот Ёлочка из фонариков. Много-много-много Ёлочек из фонариков, из разнообразных. Вон там, не пойму, Ваня, кто такой из проволоки стоит в мишуре. Олень? А где рога у оленя? Не знаешь? Ух ты! А тут еще, оказывается, и разноцветная подсветка на все это дело. Там в домике кто-то. Пойдем посмотрим, что там за домик. А что в домике, Вань? А, вон там зайцы еще впереди, видишь? Приехали с Ваней в Зеленоград. И думаем, а у нас здесь совсем не хуже, чем в парке Сокольников. Тоже все горит, переливается. А еще можно в среду коньках? Посмотрим, Вань. Я завтра на работу точно целый день иду. С папой, если пойдешь. А папа не пойдет. Папа не пойдет. Папа у нас ногу сломал. В общем, красота. Все светится, переливается. А мы идем домой. В общем, приехали, добрались мы домой. И что я хочу сказать? Подводим мы итог. Вань, тебе понравилась наша поездка? Да, очень. Но? Мне очень понравилось. Спасибо большое. А кстати, с поводу я подарила еще три тысячи. Да при чем десеты-то, господи ты, боже мой? Да что? Ты сейчас шел всю дорогу ныл, что ты устал. И воды хотел. В общем, все хорошо. Но зимняя одежда, она не прибавляет, разумеется, энтузиазма ходить. Потому что тяжело. Тяжелые ботинки, тяжелая куртка и, соответственно, все остальное. Ну, соответственно, прохладно на улице и дорога. Дорога занимает время. Поэтому, ну, вот с ребенком, вот в ванином варианте, да, проще выйти вот сюда к нам на Рождество, на наше вот это путешествие в Рождество, которое у нас делали, покататься на карусели, погулять и никуда не ехать, да? Я очень чешусь здесь. Ты согласен со мной или как? Ты сейчас вот шел, прочитал. Ну, хотя, ну, лучше было, если бы у нас вот здесь вот окном были сокольники. То есть нужно переехать в сокольники? Да нет, там вообще тревоги идут там. Да, когда мы будем спать дочью, тогда будет др-р-р-р. Ты бы не хотела там жить. Не хотела бы, а кто-то прям был, был др-р-р-р. Да нет, там хороший район, но в Москве все-таки шумно, в центре все-таки шумно. Я как-то Зеленоград, вы знаете, вот люблю Зеленоград за его спокойствие. Здесь, конечно, не найдешь работы в Зеленограде, это большой минус. Но то, что есть где погулять, походить в тишине, спокойствие, это большой плюс. В общем, нам огоньки очень понравились, а вы напишите, понравились ли они вам. Всем, как всегда, желаю добра, позитива. Обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. На кубах снежин Китая, вся белым бела Москва. Свет горит, народ гуляет, свет горит, народ гуляет. Значит, Родина жива. Ворожит ночь ворожея. Расставание нам с тобой. Расставание нам с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok